Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Очень рада видеть. Добрый день всем слушателям. Рада всех видеть. Давайте до того, как я начну, проверим качество моего звука. Если вам слышно комфортно, поставьте, пожалуйста, огонечек слева от нашего чата. Ну и да, в чате можно задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. Если я не ответила на вопрос, значит, я его вижу, а ответ есть в презентации или в моём рассказе. Итак, сегодня будем говорить про психологическую готовность к школе. И уже давно всем понятно, что готовность к школе не сводится только к обучению чтению, к начальному, к обучению в математике и развитию кругозора. Потому что ребёнок, когда приходит в школу, сталкивается и с другими проблемами тоже. Вот вам несколько зарисовок из школьной жизни первоклассников. Например, прекрасная барышня просидела весь урок, ничего не сделала. А когда учительница к ней подошла и спросила, почему ты ничего не делаешь, девочка расплакалась и убежала из класса. А что случилось? Да просто она забыла дома тетрадку. И для неё это полная катастрофа, потому что она не знает, как быть. У неё нет ресурсов общения, чтобы обратиться к педагогу, потому что она не знает, как это делать. И у неё нет представления о том, что можно обратиться к любому ребёнку в классе и попросить, да, листочек, вырвись тетрадки, пожалуйста. Как мы это делали в своё время? В результате ребёнок сидит и ничего не делает. Или ещё один пример, это я не придумываю, это примеры с супервизией, которую я провожу с учителями начальных классов. Например, ребёнок пришёл в столовую и сказал, так, я вот, пожалуй, это не буду, суп я вообще не люблю, я хочу 4 котлеты и 4 компота. Остальное меня не интересует, и он сгребает к себе на тарелку 4 котлеты, берёт 4 компота, и, конечно же, он получает справедливое возмущение от своих первоклассников. Ну, или пример из учебной деятельности, когда ребёнок сидит и отвлекается, отвлекается на игрушки, на свои пальчики, на что-то ещё, и не может усвоить материалы, и за это тоже к нему, ну, что называется, прилетает. Да, учитель ругается, родители недовольны, и ребёнок уже совсем не рад, что пошёл в эту школу, сидел бы в своём садике и горя не знал. Знакомая же ситуация, правда? И вот эти ситуации, они далеко не безобидны, это не смешные сиюминутные истории, это то, из чего складывается жизнь первоклассника, и если вот это всё не будет заранее простроено и подготовлено, то интерес к учёбе, учебная мотивация очень быстро исчезнет, и ребёнок расхочет учиться в школе. Нам же это не надо, поэтому давайте будем смотреть, а как это всё устроено. То есть мы сегодня будем исходить из мысли, что готовность к школе – это системная характеристика, которая включает в себя очень много способностей и очень много физических, физиологических, психологических свойств ребёнка, которые помогают ему быть успешным. Заметьте, не просто хорошо учиться, а быть успешным в начальной школе. И всё вот это поле готовность к школе мы сводим к трём частям о большой системе. Это физиология, это психология и это социальная готовность. Почему системное понятие? Потому что вот из этого круга сектора вытащить невозможно. Если ребёнок физиологически не готов, то пострадает и психологическая готовность к школе, и социальная готовность. Если он не готов социально, то тоже другие части этой системы пострадают. То есть ничего нельзя выкинуть, и нам придётся тестировать, диагностировать и развивать всё вместе. Давайте начнём с физиологической готовности. Спасибо большое за комментарии. Мне очень приятно, что вы пишете «да-да, и одно с другим связано». Очень приятно быть с вами на связи. Начнём с физиологии. Что такое биологическое развитие? Очень часто же родители детей приходят с такими вопросами. «Вот я не знаю, но моему 6 лет. Буквы изучили, цифры изучили, но пора в школу. Зачем ему ещё эта подготовительная группа? Пусть идёт в школу». Или наоборот, ребёнку 6,5, и мама говорит «да не, он ещё не готов, пусть он там посидит ещё в классе». Ой, в группе. Как мы можем с чего начать смотреть? Ну вот самый простой тест, его ещё называют филиппинский тест. Мы просим ребёночка закинуть руку за голову вот так вот и дотронуться до уха. Если сумел пальчиками дотронуться до уха, значит он к школе готов. А если не сумел, то не готов. Почему именно этот тест? Это не народная примета. Сейчас объясню, с чем это связано. Когда ребёнку исполняется 6-7 лет, происходит так называемый полуростовой скачок. То есть он растёт примерно на 1-2 размера в год и очень сильно вытягивается. И как раз после того, вытягиваются конечности, и тело ребёнка приближается по силуэту к телу взрослого человека. То есть это уже не пупсик-младенчик, а уже видно, что это взрослый такой ребёнок. Ну и формируется костно-мышечный аппарат. И ещё один признак такой вот косвенный, что ребёнок начинает созревать для обучения, это начинается смена молочных зубов на постоянные. То есть хотя бы 2-4 зубика уже покинули ротик, прилетела зубная фея, подарила подарки. Одно с другим связано, совершенно верно. Вот. Это то, что мы видим внешне. А что происходит внутри? Внутри происходит самое интересное. Такой вот процесс, сейчас объясню. Сначала назову сложное слово, потом объясню, что это такое. Мейлинизация нервных волокон. Вы все видели провода, по которым бежит ток. И все, конечно, знают, что наша нервная система устроена примерно таким же образом. То есть тоже есть проводочки, нервные волокна такие длинные, и по ним бегут сигналы. Так вот, у маленького ребёнка эти проводочки не заизолированы. У ребёнка, который достигает школьной зрелости, начинается процесс миеллинизации. То есть сверху на нервные волокна нарастает белочек, и они становятся изолированными. Что это нам даёт? Во-первых, сигнал не рассеивается. Во-вторых, сигналы по нервным волокнам начинают проходить очень быстро и без задержек. И ребёнок приобретает некие психологические черты, про которые мы с вами поговорим. В чём это выражается? Во-первых, ребёнок стабилизируется во всех проявлениях. Стабилизация тонуса, то есть у него уже есть стабилизированные ритмы сна, засыпания, режима дня. Во-вторых, он уже может долго управлять своим вниманием, долго, например, находиться в каком-то ожидании или долго находиться в какой-то работе, особенно если ему интересно. И ребёнок уже в состоянии, физиологически в состоянии, контролировать своё поведение, что нам, собственно говоря, и надо. Ну и да, вот этот процесс миеллинизации, он выражается в физическом развитии ребёнка, то есть ребёнок становится ловким, выносливым. И если вы наблюдаете детей дошкольного возраста, то сравнивая, например, пятилетку и семилетку, вы видите прогресс. То есть пятилетка ещё не очень хорошо управляет своими движениями, а семилетка вполне себе ловкий такой человек. То есть развивается и крупная моторика мышц, и развивается мелкая моторика, и артикуляционный аппарат, то есть речь становится тоже уже хорошей и ясной. Вот, мы сейчас изнутри идём снаружи. Ну и вот показатели того, что физиологическое развитие идёт по плану. Ребёнок может сознательно контролировать свои эмоции и поведение. Ребёнок может долго сосредоточиваться на любимом занятии и начинает формироваться абстрактно-логическое мышление. То есть ребёнок уже способен к логическим операциям, но об этом чуть-чуть попозже расскажу. Это вот всё, что касается физиологии. То есть мы смотрим, насколько созрела физиология. Как это посмотреть, тоже тесты сегодня будут. На что нужно обратить пристальное внимание? Особенно если ребёнку в школу вот уже этой осенью или ребёнок идёт в подготовительный класс, и понятно, что в школу совсем скоро. Снижение функций памяти и внимания. То есть ребёнок не может сосредоточиться, допустим, дольше 10-15 минут на каком-то деле. Повышенная утомляемость. Ну вот я зрительно таких детей вижу. Вот он сидит-сидит, он что-то делает-делает, а потом его из процесса раз и выносит. Он бочком-бочком и куда-то уходит посидеть, отлежаться, побыть в одиночестве, и потом возвращается к делам. Есть дети, которые сами просят разгрузку, уходят в комнату разгрузки, и там некоторое время пают в одиночестве. Дальше. Это раздражительность. То есть когда ребёнок заводится очень быстро и в какую-то эмоцию такой ярости заходит. Дальше. Это трудности в общении со сверстниками. Это либо гиперактивность, либо излишняя медлительность. Это трудности в принятии учебной задачи. Трудности в принятии учебной задачи – это тоже такой интересный момент. То есть вы с ребёнком играете, играете, и играет замечательно. Игры нравятся. Переходите к учебной деятельности – он поскучнел, и тоже утёк из процесса. У кого такие детки есть, и кто наблюдал такие моменты, ставьте огонёчки. Ну и снижение самоконтроля, то есть ребёнок себя не контролирует и не представляет что-то, что вообще он делает. Это всё, что касается физиологии. Но, собственно говоря, физиология развития нервной системы – это то, что держит ребёнка на плавом. Психология – критерии психологической готовности к обучению. Вот психологическая готовность в основе, конечно же, физиологии лежит, но психологическая готовность, она ещё и тренируется. Поэтому будь ребёнок самым здоровым, развитым физиологически, если мы не тренируем определённые процессы, то он готов к школе не будет. Первое – это познавательная готовность, то есть у ребёнка формируется инструментарий, аппарат, с помощью которого он будет изучать школьные предметы. Это мыслительные операции, сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование, способность действовать на внутреннем плане и помогать себе уже внутренней речью, понимание причинно-следственных связей и наличие определённого набора знаний, представлений, а самое главное – умений. Вот со знаниями обычно всё неплохо, а с умениями не очень хорошо, потому что как-то современное родительство на все вот эти вещи, что касается поделок, ручного труда, ещё чего-то не обращают внимания, к большому сожалению. Вот. Дальше – это речевая готовность. И речевая готовность – это не только, когда выговаривает все буквы, но ещё и когда может пользоваться речью в разных ситуациях и для общения, и для планирования своей работы, потому что мы планируем свои действия, опираясь на внутреннюю речь, даже если этого не замечаем. И это развитие, я бы сказала, на тренированность, восприятие памяти, внимания и воображения до определённых величин, то есть чтобы вот этого ресурса хватало на школьное обучение, на 3-4 урока, которые ребёнка ждут в первом классе. Ну и всё это, особенности высших психических функций, память, внимание, воображение, речь, да, и высшие психические функции – это полностью результат деятельности человека, то есть это система, которая должна быть натренирована и без участия взрослых, всё вот это не разовьётся. Давайте чуть-чуть посмотрим поподробнее и вот что должен ребёнок знать в первом классе, даже так, не знать, уметь. Итак, раздел «Логическое мышление». Уметь. Находить закономерности, объединяющие группы предметов по тому либо другому признаку. Продолжать логические ряды самостоятельно, без подсказок и наводящих вопросов. Это, конечно, очень хорошо тренируется на пособии блоки денежа. Находить лишний предмет из пяти. Причём тоже не только находить, а ещё и словами объяснять, по какому признаку предмет нашёлся. Дальше. Самостоятельно составлять рассказ по картинке и придумывать ему логическое завершение. То есть это умение говорит о хорошо развитой речи и логике. И делить предметы на группы, уточняя при этом, какой признак был взят за основу. Следующая волевая готовность. И это тоже очень важно. Воля у нас развивается тоже во взаимодействии со взрослыми людьми. И вот тот раздел мозга, который отвечает за волю, он формируется позднее других разделов мозга. И он вот как белый лист бумаги. Что мы туда занесём, то там и будет. Поэтому готовность в сфере воли это возможность ставить цель. То есть ребёнок знает, чего он хочет. Сохранять эту цель и способность к осуществлению усилия соподчинения мотивов. Переведу на обычные ситуации. Например, захотел собрать лунный вездеход какой-нибудь из Лего. То есть у него есть цель собрать вездеход из Лего. К нему приходят другие мальчишки и говорят, пойдём поиграем в мяч. Он говорит, нет, я собираю лунный вездеход. Он должен быть таким и таким. И вот ещё таким. Его отвлекают, он не отвлекается. То есть это вот как раз соподчинение мотивов. То есть для него сейчас важно вот это конкретное дело. Ну и умение держать свою цель долго в голове и идти к этой цели. Кроме того, волевая готовность, вот это то, чего я у современных детей вижу всё меньше и меньше, к большому сожалению. Это умение ребёнка строить поведение в соответствии с установленными правилами. Мы долгое-долгое время радовались, что у нас дети получают свободу, да, свободу изъявления, свободу личности. И сейчас мне кажется, что немножечко уже перегнули палку в этом вопросе, потому что дети последних поколений они не умеют учиться учителя. Они находят где-то информацию, они её не могут структурировать, просто как бы поглощают информацию и всё. Но учиться с рук и с речи взрослого человека они не могут. Вот это тоже нужно нарабатывать, и это нарабатывается. Есть целый раздел. Ну, допустим, вот в той программе, которую я веду, у нас есть нейрокоррекционные игры, и мы долго-долго-долго в течение учебного года, наверное, нарабатываем вот этот навык слушать взрослого человека. Это очень важно для школы. Вот то, что касается произвольности. Ну и теперь социальная готовность к школе. Что это такое, социальная готовность? Это определённый набор социальных навыков, социальных знаний, которые помогут ребёнку учиться в этой школе. Прежде всего, это, как я уже сказала, способность контролировать собственное поведение. Многие мамочки, папочки, даже многие учителя говорят, что ребёнок ещё слишком мал для того, чтобы контролировать своё поведение, не устраивать истерики и так далее. На самом деле, у здорового ребёнка, у ребёнка неневротичного, есть такие способности, и он может своё поведение нормально контролировать. Но в любом случае, в подготовительной группе тоже стоит обращать на это внимание и учить детей контролю поведения. Опять-таки, через нейроигры. Ну и вот в последний, в этот учебный год, мы открыли ещё такой просто золотой колодец. методов, с помощью которых можно детей учить контролировать поведение. Это подзабытое, наверное, и возрождающееся явление – это настольные игры. Вот там контроль поведения очень нужен. Причём сейчас очень много настольных игр, в которых есть как бы психологическая начинка. Но, например, обратите внимание, если попадётся игра лепёшка, как раз очень хорошая штука для того, чтобы научить детей поведение контролировать. Вот, дальше. Понимание смысла правил поведения и готовность следовать этим правилам. И вот здесь я, как прогрессивный педагог и прогрессивная мама, считаю, что очень важно, очень важно ребёнку объяснить, почему такие правила. То есть, почему именно так, а не иначе можно жить в школе, и для чего эти правила придуманы. Ирина нам пишет, система взаимоотношений, ученик-учитель, что можно и что нельзя, даёт сбои последние 10-15 лет. Но смотрите, мы с вами тоже в этом поле, и если вы будете на своём рабочем месте выстраивать другую систему отношений, она, в конце концов, выстроится. Мы сейчас очень много над этим работаем, правда. Я веду ещё курс психолог-педагога, где мы тоже об этом говорим. Вела курс «Не принято обсуждать», где мы тоже об этом говорим. Но я думаю, что все вместе мы вот эту систему всё-таки выстроим правильно, грамотно и хорошо для детей и для себя. Вот, движемся дальше. Понимание принадлежности к группе. Это тоже тот момент, когда весь класс идёт в столовую, а кто-то захотел пробежаться по школе. И этому кто-то непонятно, почему нужно идти со всеми. Понятно становится, когда он теряется в школе и лишается своего завтрака, потому что не успевает прийти в столовую. Ну, кстати, вот такие вот эпизоды, я не считаю, что они трагичны для ребёнка, но они очень хорошо показывают, как нужно держаться в группе, почему нужно идти всем вместе. Вот. Дальше. Это определённый набор коммуникативных навыков, которые позволяют выстраивать диалог и с товарищами по классу, и с учителем. То есть, каким образом можно подойти к учителю, что нужно сказать, как обратиться, как договариваться с ребятами по классу, как представлять себя, как знакомиться, как находить людей, у которых общие или похожие интересы, как заводить дружбу, приятельство, выходить из конфликтов, ну и так далее. Дальше. Это умение просить о помощи и сотрудничать со взрослыми. Ну вот тут, честно, по секретику, мы даже сами взрослые не всегда обладаем такими навыками, а надо бы, потому что иногда просишь помощь, да, тебе эту помощь предлагают, и с этой помощью ты делаешь гораздо больше для окружающего мира и для себя. У учителя есть права. Сейчас, ну вот, есть такое мнение, которое я очень стараюсь переламывать всегда на всех своих вебинарах. У учителя есть права, их просто нужно знать и видеть, потому что не надо чувствовать себя бесправно, но всегда мы сами выбираем свою ситуацию. Дальше. Умение вести себя в конфликтах и выходить из них. Вот социальная готовность. Ну и немножечко еще по социальной готовности. Это социальное новообразование у детей 6-7 лет. Это следующий этап нашей пирамидки, то есть у нас физиология созрела, психология созрела, и мы, допустим, ребенку помогли, чтобы он психологически был готов. И вот теперь меняется вообще взгляд на жизнь, и сама личность, а 6-7 лет — это уже личность самостоятельная, сама личность начинает вести себя по-другому. Во-первых, появляется собственное мнение, и появляется некий взгляд на себя, социальный взгляд. То есть у детей, у маленьких взгляд на себя, он как бы изнутри, да, то есть он знает, что ему хочется, что он сейчас чувствует, как он одет, как ему хочется себя вести. Это вот детский эгоцентризм. А в 6-7 лет ребенок начинает смотреть на себя глазами других людей, и ему очень важно становится быть хорошим в глазах других людей. Дальше. Это появляется возможность планировать свои действия, изменяется самооценка. Вот здесь у нас что происходит с самооценкой. Если нормальная самооценка для дошкольника — это я хороший, нормальная самооценка для дошкольника, я могу очень многое и делаю это легко. Исчезает возрастной эгоцентризм, и ребенок начинает учиться, ставить себя на место другого человека. И вот сложности, которые у нас обычно возникают в семьях, с этими сложностями приходят на семейные консультации. Все правила, которые были предложены родителям, начинают проверяться на прочность. И здесь ребенок уже начинает диктовать собственные правила. И у родителей, собственно говоря, два выхода. Либо начинать давить на ребенка, и все-таки ресурса родителя хватит, чтобы продавить, либо менять правила. Это один из тех возрастов, и одна из тех эпох в семейной системе, когда нужно менять правила. И выстраивается собственная система ценностей, которая с родительской может не совпадать. И еще тоже не очень приятно для родителей, когда ребенок приходит из детского сада и говорит, вот ты, мама, все неправильно говорила, а сегодня нам Елена Сергеевна сказала, как правильно. Я буду делать, как Елена Сергеевна сказала. Ну, тут у мамы культурный шок, конечно, наступает, но, тем не менее, получается так, что у ребенка теперь другой авторитет. Авторитет — это учитель. И здесь тоже родители могут вести себя по-разному. Кто-то может спорить и спорить с воспитателями, с педагогами, а кто-то может понять это как ступень взросления своего ребенка и сказать, да, все, вот Елена Сергеевна педагог, она лучше знает, вот так и делает, замечательно. А я пойду отдохну и займусь своими делами. Может, вернем советские традиции для учителей? Я все-таки думаю, что два раза в одну реку мы не сможем зайти, но вот выстроить новые традиции, в традиции, основанной на взаимоотношениях, хорошо бы было. Да, Ирин, все правильно, все не очень хорошо, это надо менять. Но это не тема сегодняшнего нашего обсуждения. Ну и социальная система, то есть социальная система вокруг ребенка, это не только он сам учитель и мама, это еще и вся семья, которая тоже с нетерпением и может быть с ужасом ждет, когда ребенок отправится в первый класс. И иногда семейная система, она может вступать с противоречия с тем, что мы делаем для ребенка по подготовке в школу. Тоже как пример, мы примерно с полгода отучали мам детей подготовительной группы, у меня не группа, а тренинговая группа, ну там дети с 6-7 лет, как раз группа по подготовке к школе. И мы их с полгода отучали одевать и раздевать детей. Прям запрещали, но у них все равно руки тянулись, там снять курточку, повесить ее, сесть перед ребенком на колени, сменить ему обувь. Ребенку 6 лет, он уже вполне себе взрослый человек. И еще интересный момент был на детско-родительском занятии, когда родители наблюдали, а дети делали какую-то работу. Ну там паровозик нужно было сложить из деталей. Мам хватило на 5 минут, где-то на 6-й минуте, мамы уже вовсю полезли в работу и начали говорить, да ты не так делаешь, да неправильно делаешь, да сделай вот так, так лучше. Потом долго с ними обсуждали вот эту вот ответственность ребенка, самостоятельность, ну какие-то выводы, я надеюсь, что сделали. По крайней мере эти детки учатся довольно успешно в школе. Вот, почему это происходит? Потому что, когда ребенка отдаем в школу, как бы вот из такого теплого, уютного семейного мирка мы его изымаем и передаем в большой социальный мир. И вот здесь, как бы все, что в семье было не так, оно моментально вылезает. Если не было режима дня, то ребенок будет опаздывать в школу. Если у него не было самостоятельности, то он будет забывать учебники или все родители и бабушки дружно будут сидеть с ним за уроками с первого класса и до последнего, ну и так далее. То есть все внутрисемейные проблемы моментально вылезают. Поэтому родителей к первому классу тоже нужно готовить, ну хотя бы вот рассказывать эти вещи, идеи про ответственность ребенка, про самостоятельность, то, что мы делаем. Следующий раздел, следующий раздел, который мало где упоминается в вопросах подготовки к школе. Родители точно его не затрагивают, но это формирование практических умений и навыков. Если это не сформировано, то жизнь учителя в первом классе становится каторжно трудной. Это самообслуживание, умение одеваться, раздеваться, приводить в порядок рабочее место и так далее. Ну, можно понаблюдать первый класс, когда дети переодеваются на физкультуру и все становится понятно. У кого есть этот навык, у кого нет. У кого навыка нет, тот ищет свою спортивную форму потом. Дальше. Это управление временем, то есть если ребенок вышел в школу и до школы идти 20 минут, он понимает примерно, сколько это 20 минут и не будет останавливаться на каждом углу, придет в школу вовремя. Дальше. Это обращение со школьными принадлежностями, ручки, карандаши, линейки, кисти, ножницы. Ну, и это может быть мои наблюдения, но если ваши тоже, ставьте огонечки. Дети не умеют обращаться с инструментами. У меня было много-много эпизодов, когда мы шестилеток учили пользоваться ножницами детскими. И получается вообще очень интересно, что ребенок знает все про мир, про космос, про машины, про что угодно, но он не умеет держать ножницы. Вот. Ну и практически навык и умение очень хорошее это готовность руки к письму. Это, наверное, даже важнее, чем изучение букв первому классу. Вот. Это то, что нужно. У меня студент... Да, 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 да. Вот коллеги тоже в чате подсказывают, что оно так и есть. Это то, что нужно знать примерно. Мы сейчас с вами такой обзор сделали. Ну и как мы можем подиагностировать? Сейчас я хочу во второй части своего вебинара рассказать про методы диагностики, методы диагностики, которые мы можем применить, и потом показать некую систему, по которой работаю я, как эта система создается. К сожалению, сегодня не успею наполнить ее практическим материалом, но я думаю, в следующем году у нас с вами будут такие встречи. И так диагностика готовности к школе. Что мы диагностируем? Это общее физическое развитие, моторика руки, работоспособность, характеристика движений и произвольная регуляция движений. Психологическая готовность. Это тесты на восприятие, память, внимание, мышление и речь. Смотрим прям количественно, как это все у ребенка развито. Ну и все равно смотрим круг знаний и представлений об основных предметах и явлениях окружающей среды. Ну и точно так же это диагностика социальной готовности, уровень развития эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков, мотивации к обучению, самооценке и готовность семейной системы к изменениям. Вот. То есть если вы, допустим, берете подготовительную группу или вы берете курсы подготовки к школе, тогда какие-то вот из этих диагностических материалов вам вообще очень сильно помогут. Давайте посмотрим про конкретные диагностические материалы. Ну, обратите внимание, что есть в продаже диагностический журнал, такой для подготовительной группы комплексной диагностики динамики развития ребенка. Ну вот диагностические журналы, печатные, и их много разных. Они очень удобны тем, что там уже есть, ну, образно выражаясь, шпаргалка для педагога. То есть там есть пункты, которые нужно посмотреть, подиагностировать. Вы только ставите результаты, и это удобно. Дальше. Нейропсихологическая диагностика. Если здесь есть коллеги-нейропсихологи, то, конечно, они знают этот замечательный альбом. Если знаете, поставьте огонечки. Вот. Если не нейропсихологи, и, допустим, если вы педагог, работаете на группе, и хотя бы подозреваете, что у ребенка есть отставание какое-то, то постарайтесь мягко и нежно направить маму к нейропсихологу, и там обследуют все. Чем хороша нейропсихологическая диагностика? Она дает представление в целом, как по вопросам развития ребенка, физиологического развития, по вопросам тонуса, готовности тела, да. Точно так же смотрят процессы познавательные, да, процессы, все, что связано с органами чувств, волевые процессы, все-все-все. То есть нейропсихолог обычно дает такую полную характеристику готовности ребенка к школе, поэтому это тоже очень хорошо. Вот еще различные альбомы. Ну, да, хорошо, что знакомы. Глазман очень удобный альбом, мне нравится тоже. Вот здесь есть схема хомская, хомская, автор, тоже знаменитый наш нейропсихолог. Есть определенная схема нейропсихологического исследования. Но вот мне она удобна тоже. Достаточно по этой схеме хорошо работать. И всегда к таким пособиям прикладывается еще и альбом, где есть картинки, задания, по которым можно подиагностировать ребенка. Вот. Ну и если вы в ту сторону развиваетесь самостоятельно, если вам это интересно, то посмотрите еще знаменитую же книгу «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте и в лабиринтах развивающегося мозга» очень и очень интересные книги по нейропсихологии. Кстати, у Семеновича вот в этой книжке, которая слева зеленая, очень много упражнений на развитие мозга, которые может использовать и воспитатель на своих занятиях. «Театра в детской поликлинике нет? Работать некому? Какие нейропсихологи?» Но смотрите, все-таки есть часть мам, даже в нашей сложной ситуации, которые заинтересованы в развитии ребенка. Нейропсихологи есть везде. Я не скажу, что это бесплатно, хотя бесплатные тоже сейчас есть у нас нейропсихологи. Платно это, ну вот, допустим, по Екатеринбургу, это 2-3 тысячи за прием. Ну, я думаю, что это, конечно, сумма такая серьезная, но она не критическая все-таки для многих семей, и многие семьи могут себе позволить обследование у нейропсихолога. Дальше, следующие методики. Теперь уже мы переходим к педагогическим методикам. И вот очень интересная методика, я ее тоже всегда использую при диагностике, методика зеркала. Суть даже не в том, что здесь конкретно рисуется, а в том, что происходит. Смотрите, осадим ребенка или несколько деток и предлагаем нарисовать волшебный рисунок. Ну, волшебный рисунок это просто рисунок симметрии. То есть, одна половинка есть, вторую половинку нужно дорисовать вдоль оси симметрии. Ребенок делает сначала самостоятельно, и обычно это происходит так. То есть, задание даем, объясняем как, и потом говорим, ой, вот нам тут нужно выбежать на 5 минут, а вы сами посидите и сделайте. Дети делают самостоятельно. То есть, мы здесь проверяем, насколько ребенок может самостоятельно делать задание. Варианты разные. Кто-то сидит, пыхтит и делает, кто-то тут же вскочил из-за стола и побежал дальше заниматься своими какими-то игрушечными делами. После этого педагог приходит и смотрит, и поправляет ошибки. То есть, педагог смотрит уже готовую работу и говорит, что нужно сделать и как. Ребенок выполняет задание в присутствии взрослого, взрослый сидит рядом, кивает головой, говорит, да, вот, все правильно, ты молодец. И дается еще один рисунок, который ребенок делает самостоятельно. То есть, здесь взрослый тоже исчезает. И потом сравнивается первый и третий рисунок. И вот эта методика, она дает представление о том, насколько ребенок внутренне готов к школе, то есть, есть ли уже созревшая учебная мотивация. Есть детки, Поливанова называют их дошкольники, которые по правилам не работают, и они пользуются помощью взрослого. То есть, рисунок сделанный, рисунок примерно такой же по сложности. Вот. Рисунок сделанный со взрослым, у дошкольников получается хорошо, а самостоятельно плохо. Предученики с помощью взрослого, он вот когда взрослый рядом сидит, у него получается лучше. Самостоятельная работа еще не получается. То есть, он очень старается, но еще не хватает. Ученики. Ученики с самого начала работают по правилам. Его сказали выстраивать рисунок вдоль оси симметрии, и он его выстраивает, старается как может. От работы не убегает, сидит и делает. Вот. Есть еще так называемые псевдоученики. У них помощь взрослого качество работы снижает. То есть, они как бы еще играют в школу, но учиться пока еще не могут. Есть дети-коммуникаторы, которые 100, 100, 100, 150 раз спросят вас о чем-то, активно слушают, активно с вами беседуют, сотрудничают, но качество при этом не улучшается. Эскизы таких рисунков есть в интернете, как наглядный пример. Конечно, есть. Я даже не подумала, что он будет нужен, потому что рисунки, дорисуй рисунок по оси симметрии, их просто миллион в интернете. Вы можете найти в любом поисковике. Рисунок по клеточкам, графический диктант. Вот это все вещи, которые можно сделать. Дальше. Очень хороший тест, который тоже дает общее представление о готовности к школе. Это тест Керна и Расика, и он комплексный. Выявляет психическое развитие, уровень психического развития, уровень мышления, умение слушать, произвольность психической деятельности, еще и дает представление о том, какой уровень кругозора есть у ребенка. Четыре части. Первая – это рисунок человека, то есть мы ребенку говорим, нарисуй человека. Второе – это копирование фразы из письменных букв, то есть здесь не важно знать письменные буквы, нужно именно перерисовать рисунок. Это срисовывание точек, и это опросник. Ну, опросник – это вопросы по разным сферам знаний. Графические работы гораздо интереснее. Вот рисунок человека. Это варианты, которые могут быть у детей. Вот вы видите, каким образом могут списать фразу «Он ел суп». Перерисовывание точек. Опросник Керна и Расика. Он так и называется, тоже вы должны эти есть. Ну, и дети, которые получили 1, 2 или 3 балла, то есть первая, вторая, третья картинка во всех заданиях, это нормальный уровень готовности к школе. То есть 1 и 2 – это вообще прекрасно, 3 – это в принципе готов, но есть над чем поработать. 4 и 5 – это значит, нужна очень длительная подготовка к тому, чтобы быть школьником. Вот еще раз, как пишется имя автора. Такое вот двойное и сложное. Ну и коллеги, не забывайте, что презентация у вас будет со всеми материалами, и вы ее сможете забрать себе и найти все эти опросники. Следующее, что хорошо бы провести, это графический диктант. Автор опросник Банкова не пользовалась, не скажу честно, я почему-то вот этими опросниками пользуюсь с огромным удовольствием, но Банкова не видела. Графический диктант тоже очень хорошо дает представление о готовности к школе. То есть дети не готовы к школе, а с трудом или плохо выполняют эту работу. Еще можно вот такой вот тест провести. Различные лабиринты – это как образец, но таких образцов может быть много, разнообразных. Также вот такие упражнения, например, то, чего не хватает, дописать это как раз мы тестируем уровень развития ВПФ. Ну и теперь уже поговорим немножко про социальную готовность и про те социальные образования, которые у ребенка должно быть. Нет, опросник Керна и Райсика, он немножечко другой. Он захватывает, ну, не только личные сведения, там вообще про все, про космосы, про жизнь, про бытовые какие-то вещи. Вот. Посмотрите, он в интернете есть, свободно вполне можно его скачать себе абсолютно бесплатно и пользоваться. Вот. Движемся по социальным признакам, и здесь тоже хочется рассказать про то, какие тесты есть. Что нам важно посмотреть? Вот. Не смотрят самооценку, то есть когда тестирование происходит в первый класс, не обращают на это внимания. Какая самооценка у ребенка? А это достаточно важно. Почему? Потому что если самооценка у ребенка низкая, то он, в принципе, учиться хорошо не сможет. Потому что, ну, если ребенок с нормальной самооценкой что-то не сделал, у него не получилось, он себя, в принципе, считает нормальным, хорошим, и он про себя думает, так, у меня не получилось, я сейчас сделаю заново. Делает заново, у него получается. Если у ребенка низкая самооценка, у него что-то не получилось, он говорит, ну, да, конечно, это потому что я плохой. И больше не повторяет, и раз нет вот этого навыка научения, то он очень быстро скатывается по учебе. То есть хорошо учатся дети, которые о себе хорошего мнения, те, которые знают, что они вообще достаточно хорошие люди. Ну, и нормальная оценка, нормальная самооценка – это выше среднего. Как мы можем самооценку посмотреть? Очень легко. Так, вопрос. Очень много методик для обследования готовности к школе, и времени обследовать на группу уходит недопустимо много. Есть ли список минимума? Вот, смотрите, наверное, то, что я здесь привожу, это минимум. То есть это, во-первых, тесты, ну, вот, что зеркало поливановое, что керна-ярасика, вы один тест делаете, и вы получаете комплексное представление о том, готов ли ребенок или нет. Вот. И поскольку группу я тоже тестирую, то берем обычно тесты, которые можно, ну, вот, хотя бы делать с группой. Допустим, тест-лесенка мы можем предложить сразу группе, потом обработать его достаточно быстро. Вот. И третий критерий тестов, ну, это мой личный, наверное, это тесты, которые обрабатывать легко и быстро, а информацию они дают хорошую. То есть какие-то тесты по 150 вопросов вообще нет. Проще провести, например, какой-то рисуночный тест и беседу с детьми, со всеми, и вы будете представлять, что происходит. На тест-лабиринтах. Смотрите, вот еще какой прием, может быть, вернусь к тест-лабиринтам. Вот все вот эти вот тесты рисуночные вы можете провести в игровой форме. Вариант, например, интеллектуальной эстафеты, он очень хорошо у детей проходит. То есть мы говорим, а сейчас мы будем играть в эстафету, только эстафеты не для ног, а для ума. И даем задание за заданием, и дети делают это, они считают, что это игра, делают, сдают, ну и в принципе за минут 20 можно довольно много вот таких тестов успеть сделать. Вот. Ну и еще, конечно, тестирование – это не одно занятие, да, если вы занимаетесь с детьми регулярно, то вы можете тестирование, например, растянуть на какое-то долгое время, просто сделать себе некий такой тестовый блок, модуль, да, и еще несколько занятий этому посвятить. Допустим, в одно занятие вы один тест проводите, в другое, в другое, в третье, в третье, и все, дети это воспринимают как хибр, и все нормально. Так, быстрая диагностика по эмоциональной волевой сфере для детей с ЗПР. Эмоциональная волевая сфера. Да? Ну, вот смотрите, если дети с ЗПР, то, допустим, то же самое зеркало Поливановой вам даст уже представление о волевых качествах, да, допустим. Что касается эмоциональной сферы, эмоций, проявлений эмоций, то ведь здесь, кроме диагностики, есть еще и просто наблюдение, и мне кажется, эмоциональная сфера, она все-таки с наблюдениями лучше, ну, как бы, с наблюдениями лучше можно потестировать, посмотреть. В какой-то свободной игре, в свободной деятельности. Честно, сейчас не получается у меня перескочить на эту тему. Юлия, вы можете, допустим, связаться лично через, ну, ВКонтакте написать, да, или в почту, и я вам подскажу. Все, сейчас расскажу. Так, про самооценку. Да, вот тест про самооценку, тест лесенка, да, то есть мы просим ребенка, представь себе, что у нас есть лесенка, на первой ступеньке у нас самый ужасный ребенок в мире, а на десятой ступеньке, там вот просто самый замечательный ребенок в мире, где ты себя поставишь. Ну, и нормальное место на этой лесенке это 7-8, 6-7-8 даже. Если ниже 5, то это плохо, это низкая самооценка. Если 9-10, то это тоже низкая самооценка, которая уже маскируется завышенной. Вот, потому что завышенная самооценка, это тоже вариант заниженный. Вот интересный еще тест, тоже быстрый в обработке. Тест для представления об учебной мотивации и вообще вот какой-то внутренней, личностной, в норме завышенная. Это вот по лесенке 6-7-8, 9-10 это уже не норма. Вот. Так, про учебную мотивацию. Вот такой тест я тоже очень сильно люблю. Мой будущий класс или мой класс для школьников. Просто даем детям бланки и просим, вот, закрась здесь человечка, который больше всего похож на тебя. И описание тоже в интернете есть. Смотрите, рисунок мой класс называется. И мы видим, если ребенок закрасил человечка, который, допустим, стоит у доски, решает, то значит ему там хорошо и он готов учиться. Если ребенок закрасил человечка, который за окном играет в футбол, ну, тоже все понятно. Близость к учителю определяет, насколько ребенок готов сотрудничать со взрослым. Одиночество, либо ребенок в паре, в компании, показывает, насколько ребенок готов сотрудничать с детьми и дружить с детьми. Ну, и похожий тоже по значению тест, это человечки на дереве. И вот такой тест мы проводили на сети детских садов прям на 90 человек и получали, не сказать, что вот какие-то полные результаты, но это получилось быстро, то есть за один рабочий день три специалиста провели этот тест, ну и хотя бы выделили детей, которых нужно посмотреть попристальнее. А здесь тоже просим ребенка закрасить человечка, который, ну, похож на тебя или который тебе больше нравится. И здесь разные варианты. Детки закрашивают, показывают, как они себя чувствуют вот в этой жизни вообще. То есть тот, кто падает, например, почему именно этого человечка закрасили, или, допустим, номер 16, за которым стоит мама и держит его. Это тоже показатели того, как себя ребенок чувствует. Ну и, конечно, по этому тесту можно провести беседу и ребенок чуть-чуть побольше расскажет о своих ощущениях в коллективе. Ну и диагностика семейной ситуации, социальной ситуации в семье. Это тест-рисунок семьи. Ну и в последнее время, поскольку дети стали очень умные, мы просим нарисуйся семью животных, потому что если говоришь нарисуй свою семью, то там мама с папой уже научили рисуется такой парадный портрет. Вот семья животных, она дает представление. Ну вот здесь, тем не менее, человеческая семья. И что можно по рисунку семьи посмотреть? Например, посмотреть иерархию в семье. Вот здесь понятно, кто главный, а кто не главный, даже из взрослых людей. И там уже будет понятно, кто будет больше всего помогать ребенку, ну и параллельно вмешиваться в учебный процесс, например. Или вот такой вот вариант семьи, где есть близость с мамой, а папа тот, который работает и которого никогда не бывает дома. Здесь понятно, насколько проявлены эмоции в семье. То есть вот рисуночные тесты, они обычно тоже достаточно информативны. Ну и посерьезнее уже тестовые инструменты, диагностические инструменты. Это тест для диагностики сплоченности и гибкости семейной системы. Тоже есть в открытом доступе в интернете, где можем проверить, насколько семья сплоченная. Ситуация первокласса, она требует сил всей семьи все-таки. Насколько семейная система гибкая, то есть готовая к переменам, а перемены обязательно будут, или семейная система не гибкая и не готовая к переменам. Ну и еще насколько каждому члену семьи в этой семье хорошо. Очень информативный тест. Ну и еще один, это уже очень серьезная методика, я ее не советую на массовых каких-то тестированиях проводить, но если семья приходит с запросом, что не все хорошо в семейной системе, иногда такое тоже бывает, или вы видите, что проблемы ребенка прямо произрастают из семейной системы, тогда можно вот эту методику еще сделать. Методика диагностики межличностных отношений, то есть она дает представление о том, с кем близок ребенок, с кем он может быть в антагонистических отношениях, в противовес, кто кому подчиняется, кто проявляет дружелюбность, агрессивность, ну и как люди относятся к окружающим, то есть либо через авторитарные какие-то методы, приказы и так далее, либо это договаривание и такая демократическая семейная система. Вот, после того, как все собрано вместе, можно задуматься о том, какие функции нужно развить у ребенка, то есть чего не хватает, потом мы думаем, какие формы работы использовать и какие упражнения и материалы будут для этого нужны. некое такое планирование иерархия, ну и понятно, что лучше всего готовить к первому классу через игру, потому что в игре ребенок чувствует себя очень хорошо. Благо, что сейчас для подготовки к первому классу есть кроме огромного количества учебных пособий еще и огромное количество разных игр. Дидактические, экономические квесты, даже тимбилдинги, тренинги, компетенции, научное шоу для детей, вот мы устраиваем, игровая нейрокоррекция, много-много всего еще. Ну и таким образом, если работать вот в комплексе, если у вас есть такая возможность, я, наверное, счастливый человек, потому что у меня есть такая возможность вести комплексные занятия подготовки к школе, но вдруг у вас тоже есть, тогда можно сконструировать вот такие вот занятия по блокам, то есть есть организационный блок, неизменный до начала занятия, есть нейроупражнения, посмотрим у Семеновича и можно их делать, есть упражнения на формирование высших психических функций, упражнения на социальные навыки, пополнение базы знаний об этом мире и формирование и формирование практических навыков. В принципе, комплексное занятие выглядит именно так. Время наше истекло, но я горю надеждой в следующем учебном году рассказать вам практическую часть этой проблемы и показать, какие игры, занятия, упражнения можно проводить на курсах подготовки к школе или просто в подготовительной группе. Вот, а сегодня у меня все. Если есть вопросы, их можно еще задать. Так. Да, в норме завышенная самооценка должна быть, но не совсем. То есть, если вообще ребенок считает, что он царь и бог, тогда он ошибки исправлять не будет. Вот в чем проблема. То есть, он будет считать, что он прав, в принципе, вообще всегда. А это для учебы тоже не очень хорошо. Поэтому 6-7-8 баллов по лесенке это нормально. Если вопросов больше нету, спасибо вам, что были. Надеюсь продолжить. И я передам слово Татьяне Викторовне. У нее тоже есть для вас важная информация. Со всеми прощаюсь и всем прекрасного лета. отец. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok